Доброе утро! О проблемах отрасли расскажут наши корреспонденты. На каждый гектар мы тратим 280 тысяч тенге. Надо вспахать землю. К тому же хлопок, влагоемкая культура, расходы на полив большие. Я задолжал 6 миллионов тенге. А теперь еще и покупную цену снизили до 220 тенге. В прошлом году мы сдавали за 250. Хотя бы ее сохранили бы. Получается, что мы работаем на заводы. Хорошо, если наш труд покроет потраченные расходы. Мизерные доходы снова вкладываем в хозяйство. Но другого выхода у нас нет. Почва засолена, под другие культуры не подходит. Поливная вода тоже в дефиците. Хлопкоробы считают, что их положение могло бы спасти субсидирование. Однако закуп по льготным ценам законам не предусмотрен. Государство частично компенсирует только расходы на семена и минеральные удобрения. Пункты приема хлопка тоже оказались в затруднительном положении. Заказов на поставку сырья пока нет. Поэтому расплатиться с фермерами сразу не получается. Сырье принимаем, но пока сами не знаем, по какой цене удастся ее сбыть. Заказов на поставку практически нет. В основном хлопок сырец у нас покупают переработчики из соседних стран. Будет ли у них спрос на наш продукт, трудно предугадать. По какой цене будем сбывать, тоже неясно. У нас в районе 7 заводов, 5 из них функционируют. Закупочная цена 220 тенге. Пока дают аванс по 150 тенге, с остальными расплатятся позже. В регионе работают порядка 20 хлопковых заводов. Их руководители в курсе проблем отрасли. Но поднимать цены выше заявленные тоже считают нецелесообразным. Говорят, иначе понесут убытки. Алишер Накипов, Жандос Жумабек, Хуаншабов, Хабар-24 из Туркистанской области. В Алматинской области очищают русло реки Топар. За несколько лет она обмелела. И в итоге жители населенных пунктов испытывают нехватку поливной воды. С этой проблемой сельчане неоднократно обращались к руководству района и области. Решение вопросов постоянно откладывали. Накануне расчистку русла наконец-то начали. Если в следующем году в реке Хиля, которая подпитывает Топар, будет достаточно воды, то сельчане смогут развивать сельское хозяйство. Неподалеку от села Аралтоби активно работает спецтехника. Механическую очистку русла реки Топар начали месяц назад. За это время убрали сухостой, заросли кустарника и бытовой мусор. Каналы забиты. Сейчас идет механическая очистка. Прокапываем на 2 метра глубже прежнего русла. Если воды на следующий год будет много, то проблем не будет, и она придет в село Топар. Этот прогноз очень обрадовал сельчан. Они испытывали нехватку поливной воды, и местность долгие годы считалась засушливой. Теперь жители мечтают проводить лето на берегу реки и не беспокоиться о водопоиск кота. Еще в 90-е годы расчищали, но тогда работы провели поверхностно. В этот раз тщательно копают. Мы очень рады. Думаю, это место превратится в любимое место отдыха. В Орал-Тобе живет примерно 1000 человек. Раньше из-за плохой дороги жители с трудом добирались до небольшого отдаленного села. Сейчас дорожный вопрос разрешили. В порядок привели улицы внутри поселка и подъездную дорогу. Осталось урегулировать водный вопрос. В соседний Топар вода поступает через реку Ильи. В последние годы там тоже упал уровень воды. Сильное маловодие наблюдается в осенний период. Однако Топар без воды не останется, заверяют специалисты. Анастасия Сулейманова, Аят Досимбаев, Аманжо Жулкешев, Алмадинская область, Хабар-24. Дорожная отрасль в Казахстане нуждается в кадрах. На сегодня не хватает около 2000 специалистов. В их числе не только рабочие, но и инженеры, лаборанты и геодезисты. Несмотря на это, сфера может похвастаться квалифицированными сотрудниками. В ней работают целыми династиями. Так, профессию дорожных строителей выбрали трое мужчин из семьи Морзогалиевых. Глава семейства в этой сфере уже 20 лет. Его сыновья тоже решили внести свою лепту в благоустройство родного края. Проложить километр городской дороги порой намного сложнее, чем заасфальтировать десяток километров автобана. Здесь и подземные коммуникации, и инфраструктура. Но специалистов с 20-летним стажем Дюссинбая Морзогалиева это не пугает. Уверен, они с коллегами справятся с работой в срок. И улица имени Сармодатова к Новому году будет полностью обновлена. Сначала выкладывается щебеночно-песочный слой. Потом его тщательно отрамбуем, грунтуем битумными эмульсиями. Потом идет горячий асфальт. Покрытие должно иметь определенную высоту, плотность. Все это проверяют с помощью специальной лаборатории. Качество дорог для нас самое главное. Холод, жара, пыль и испарение от асфальта и битума. Таковы непростые условия жизни дорожных строителей. Но сыновей Дюссинбая это не остановило. Оба решили пойти по стопам отца. Старший Алишер, как и отец, работает на тяжелой технике. Алихан водит погрузчик. В детстве мы часто просились к папе на работу. Меня завораживало, как работает техника, как бездорожье превращается на глазах в красивые улицы. Поэтому я был рад устроиться сюда на работу. Если душа лежит к профессии, никакие трудности не могут быть помехой. В нашей семье нет проблемы отцов и детей, делятся Морзагалиевы. Работа в одном коллективе способствует взаимопониманию и помогает решать все вопросы сообща. На работе тоже стараются не подводить друг друга. У семьи Морзагалиевы хорошая репутация в коллективе. Добросовестные, ответственные профессионалы своего дела. Мы очень ценим их труд. Премию выписываем. Сын недавно грамоту получил. Ежегодно в Атравской области ремонтируют сотни километров дорог. Несмотря на неплохие заработки, эту сферу молодежь выбирает редко. Работа требует крепкой моральной и физической подготовки. Грязь и плохие погодные условия, тяжелый рабочий график. Такие сложности не делают профессию привлекательной. Поэтому в коллективе к выбору мужчин семьи Морзагалиевых относятся с большим уважением. Активно продолжается трудовая миграция в регионы с нехваткой рабочей силы. Все это в рамках проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Для Североказахстанской области выделили специальные квоты на переселение. Тем не менее, в области все еще не хватает больше 5000 специалистов. Депутаты Сената отправились в рабочие поездки в регион, чтобы узнать, как обстоят дела у вновь прибывших. Тему продолжит Диана Салихова. В 2021 году Галимзан Минхэров переехал из Мангистауской области в Мамлютку. Его главной целью было открыть собственное дело и заняться животноводством. Сейчас у него в хозяйстве порядка 20 голов овец. Получил грант, начал заниматься животноводством. Вот и развожу овец. Сейчас у нас с женой совместное производство, можно сказать. Она шьет курпе. Теплые жилетки делают из овечьей шерсти. Легкие и удобные. Не знаем, будет ли спрос здесь на это. Мы хотим реализовывать свой товар в магазинах. Приезжим в рамках проекта оказывается финансовая помощь на приобретение жилья. На это из республиканского бюджета выделили свыше 2 миллиардов тенге. На сегодняшний день выплатили уже половину этой суммы. Вакансии у нас по области на сегодня свыше 5000 свободных мест имеется. Самое большее это у нас в сельском хозяйстве, в здравоохранении, образовании. Специалисты нужны, поэтому мы всегда готовы принять. На следующий год у нас также предусмотрена квота свыше 2000. Решение проблемы дефицита компетентных кадров – главная цель визита депутатов. В их планах создание специальной программы. В 2024 году состоится правительственный час на тему демографии. В рамках этого мы собираем информацию о переселенцах. Узнаем, прижились ли они, какие проблемы есть, чего не хватает. На основе этого мы хотим предложить идею создания специальной программы для кондасов, по примеру программы Сирпын. С начала года в северный регион прибыло свыше 700 семей. Наибольшая часть из Туркестанской области и столицы. Еще 69 эмигрировали из России и Монголии. Диана Салихова, Тулиген Иманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. Сейчас о том, что происходит в мире. С начала года в пустынях американского Нью-Мексико погибли 148 мигрантов. Это в три раза больше, чем в прошлом году передает агентство Reuters. Причина смерти – жара и сухой климат. Большинство погибших зарегистрировано в Альпаса на границе с Мексикой. В городе в течение всего лета температура стояла намного выше средней – 38 градусов. Катрободисты часто бросают нелегалов без воды в душных прицепах фургонов. Отмечу, в прошлом году по данным Международной организации по миграциям, на мексиканам американской границе зафиксировали 686 случаев смерти и исчезновения переселенцев. В Бангладеш запущена крупнейшая ветроэнергетическая станция. На территории комплекса расположились 22 турбины. Они обеспечат производство 145 миллионов киловатт в час экологически чистой электроэнергии в год. Проект реализуют в городе Коксбазар на юге страны. Он позволит ежегодно экономить до 47 тысяч тонн угля, а также выбросы СО2, диоксида серы и оксида азота. В Бангладеш деминирует традиционной энергетикой. Во многом это связано с высокой доступностью ископаемых ресурсов. Страна является восьмым по величине производителем газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К другим темам художника-оформителя Жизказганского историко-археологического музея Сабираут Келова знает, если не все, то многое о казахских национальных головных уборах. Для мастера рукоделия их изготовление стало не просто увеличением, а важной частью ее жизни. Многие годы она изучает историю национальных головных уборов, свои знания и умения передает молодежи. Казахский национальный головной убор – это не просто красивая деталь одежды. В нем сокрыт посыл, определенный смысл. Например, в руках я держу океле такия. Его носят девочки 5-6-летнего возраста. Традиционно такия шьют из бархата, украшают перьями филина, расшивают посребренными пластинами, сердолитом, малахитом. При этом украшения выполняют не только эстетическую функцию, но и оберегают от сглаза. У каждого головного убора есть свое предназначение. С малых лет ребенку надевали бейсик такия, потом сураба, такия, бурек. А вот невестам надевали саукеле, которое для нее шила мама. Головной убор занимал особое положение в традиционном костюме. Он отражал социальный статус, семейное положение и возраст носителя. Об этом, собирая Уткелова, рассказывает на мастер-классах, которые проводит Джисказганское музее для школьников города. Показывает им свои работы, обучает мастерству. Моя миссия – учить детей, молодежь, искусству рукоделия. Познакомить их с историей национального костюма, чтобы они знали, хранили и передавали богатые традиции народа. Очень радуюсь, когда они проявляют интерес. Пробуют сами что-то создавать. Все начинается с семьи, говорит Собира Уткелова. Свои умения она передает внучкам, много времени проводит с ними за рукоделием. Я часто ношу тахья. Мне очень нравятся национальные украшения. Это украшение сделал мой дедушка из старинных монет. Бабушка учит нас шить, вышивать. Много нам рассказывает об истории, традициях. Мне это нравится. В будущем хочу стать дизайнером. Сегодня этно-стиль становится все более востребованным. Его самобытность и содержательность органично соединились с современным миром, став неотъемлемой его частью. Елизавета Шалина, Нурболус Дикпаев, Гульшахера Серегбаева, Хабар-24, область Улутау. Международная неделя моды проходит в Таразе. В ней принимает участие 30 дизайнеров из 12 стран мира. Свои коллекции уже представили модельеры из Франции, Италии, Индии, Китая и Туркмении. Зрителям подемонстрировали одежду из коллекции весна-лето следующего года. По словам дизайнеров, это поможет заранее подготовить производителей к продажам. Между тем, эти модельеры продолжают работать в стиле неофольклора, то есть создают национальную одежду, адаптированную к современной жизни. Всего дизайнеры покажут 30 коллекций. В рамках изделия моды также проходит международная выставка под девизом «Вода и шлюшка». Речь идет не о ремесле, которое как дерево, как металл, а именно с точки зрения текстиля, ремесленнического аксессуара, то, что связано с одеждой. Приехали индусы, ремесленники и вчера показали коллекцию. Это техника аджрах, это по-другому сейчас в Азии у нас называется. Это набойка, метод, технология. Набойка натуральными красителями на натуральных тканях, ручной работой. И, например, заинтересовал это китайских дизайнеров, эта технология. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. Продолжение следует...